В эфире программа городские встречи. Сегодня у нас в гостях Ильда Антошина, ответственный секретарь рабочей группы по подготовке книги Рязанской области «Солдаты Победы» 1941-1945 годы. Здравствуйте. Здравствуйте. Илья Николаевна, только что вышел в свет девятый том книги. Расскажите, каким районом он посвящен. В девятом томе книги «Солдаты Победы» упомянуты фронтовики из Старожиловского и Сапожковского районов Рязанской области. Это два маленьких района, аграрных, и они расположены как бы в середине нашей области. Но оба эти района богаты историей, богаты людьми. И в книге отражены имена героев Советского Союза, полных кавалеров Ордена Славы, участников Парада Победы 24 июня 1945 года в Москве. Кроме этого, представлены поимённые списки фронтовиков, вернувшихся с Победы с фронтов Великой Отечественной войны. Расскажите, как собирались материалы для этой книги, кто помогал? Я часто повторяю, что книга пишется всем миром. Участвуют в создании книги добровольные наши помощники. Участвуют серьёзные организации, военный комиссариат, архив, музеи. Помогают нам, конечно же, значительная часть материалов приходит из Центрального архива Министерства обороны. Ежегодно Центральный архив Министерства обороны выкладывает по 500-600 тысяч новых имён. И мы эти имена находим в базе данных «Подвиг народа» и в Википедии, и ещё в других интернет-ресурсах. Ну и, разумеется, первое, что нас больше всего радует, когда приходят родственники, когда приходят дети, внуки, а ещё лучше, когда приходят сами участники Великой Отечественной войны. И из первых рук мы слышим их истории, и мы слышим настоящий рассказ о той страшной войне. Именно эти истории мы стараемся и отразить в нашей книге. Наша книга не является справочником. Это массово-политическое издание, и оно предназначено для широкого круга читателей. Потому что кроме поимённых списков, кроме базы данных, здесь есть ещё статьи, которые пишут наши видные рязанские учёные. Здесь есть рассказы краеведов, статьи, которые пишут краеведы. Здесь есть обязательно военная тематика, которую нам пишут наши военные консультанты. А сколько всего имён в девятый том вошло? В девятом томе увековечены имена 9568 фронтовиков, вернувшихся с Великой Отечественной войны. Расскажите вообще про проект «Солдаты Победы». Сколько лет он реализуется в регионе? А здесь нам нужно тогда вспомнить прошлый век. В конце 80-х годов прошлого века случилась катастрофа. Разрушалось великое государство, Союз Советских Социалистических Республик. И в этот момент, когда закрывались фабрики, заводы, когда люди не понимали, что же на самом деле происходит в стране, кто-то сказал, а мы Бога забыли, и давайте восстановим Храм Христа Спасителя в Москве. А другие сказали, нет, давайте мы поимённо вспомним тех, кто в куда более тяжёлые времена отстоял честь и свободу нашей Родины. И тогда во всех республиках Советского Союза, во всех областях были созданы вот такие вот рабочие группы. Но можно сказать, что каждый делал эту работу по-своему. Самый лучший, я считаю, это белорусская книга памяти. Вот ориентируясь на белорусов, в Рязанской области начали писать и свой проект. В 1991 году при областном военном комиссариате была создана небольшая рабочая группа из пяти человек. Инженер, две учительницы, партийный работник, библиотекарь. Вы в неё вошли? Да, и я вошла в эту рабочую группу, как раз я и вошла. Так что с 1991 года. Новое дело, как к нему приступить, с чего начинать, мы мало понимали. Но подсказывала сама тема, страшная тема. Первые записи мы искали в нашем архиве, в военном комиссариате. И потом, наконец, пошли распечатки из Центрального архива Министерства обороны. И, поверьте, это было очень страшно читать. В течение дня ты читаешь «Родился, погиб, захоронен». «Родился, погиб, захоронен». Где? В склоне оврага, на опушке леса, близ дороги. Невольно считаешь, а сколько же ему было лет? Сколько лет ему было этому мальчишке? 19 или взрослый мужчина? Если говорить вообще про все эти 9 томов, в скольких районах есть такие книги? Сколько районов охватило? Это наша Рязанская область. Да, про Рязанскую область. В Рязанской области, вот в 9 томах книги «Солдаты Победы 1941-1945 годы» представлены имена фронтовиков из города Рязани и 16 районов области. Всего более 118 тысяч имён. Если мы считаем, что на фронты Великой Отечественной войны у нас ушли 300 тысяч рязанцев, то вот посмотрите, какую картину мы увидим. В томах книги памяти, где увековечены имена погибших, умерших от ран, замученных в плену пропавших без вести, 174 тысячи 920 имён. То вот в этой книге, где представлены вернувшиеся фронтовики, вот уже более 118 тысяч. А у нас впереди ещё 7 районов. И сейчас один из крупнейших, который мы начали сейчас делать, это город Скопин, Скопинский район. Уже знаю, что более 19 тысяч имён там будет. Вот вы сейчас сказали про 10 том, который уже находится в разработке. Сколько материалов собрано? Вот в каком состоянии он сейчас? В нашу рабочую группу представляются материалы, которые собирают в районе, в районном комиссариате, в архиве, в музее, в школьнике, население. И всё это представляется какой-то таким общим массивом. То есть какая-то рукопись. Да, они просто называют нам вот с трудом, иногда с трудом даже вспоминают, что вот был родственник, который был на фронте. Очень часто искажаются фамилии. А бывают и сложные фамилии. Например, там вот какой-нибудь Колыванов. Можно написать Калыванов. Можно сказать Колыванов. Можно сказать Коломийцев. И вот когда в одной фамилии сразу... Можно сразу найти четыре буквы, которые, возможно, по-разному писать. Это очень сложный поиск. И первое, что мы делаем, это наш программист, Константин Васильевич Иванищев. Он выстраивает все эти списки в алфавите. И передаёт нам их в программе Word. И тогда мы начинаем с каждой фамилии конкретно работать. То есть мы сверяем её с данными, которые получаем из интернет-ресурсов и с данными, которые мы получаем из архива военного комиссариата. То есть это очень скрупулёзная, очень большая работа. И требующая ещё и какой-то такой вот логики. Потому что мы понимаем, что вот в этой деревне они Коломийцевы. А вот в другой деревне могут быть и Коломийцевы. Вот, вы знаете, приходится такие исследования проводить, очень сложные. Книга существует уже столько лет, сам проект. И я знаю, что вышли вы на электронную площадку. Всё-таки в электронном виде можно её почитать. Да, и, кстати, сделали мы это впервые в России. Нужно поблагодарить Георгия Ивановича Шпака. Он тогда услышал предложение об этом проекте. И выделил на него средства. И наш замечательный программист Константин Васильевич Иванищев разработал специальную программу. И действительно, впервые в России мы вот такой вот диско сделали. Я его покажу. Кроме того, что здесь есть база данных погибших, пропавших без вести, замученных в плену и умерших от ран, здесь есть замечательная видеоколлекция, аудиоколлекция. Видеоколлекция представлена история наших военных училищ. Их здесь было четыре. Здесь представлены сведения о нашем госпитале военном, о центре переучивания. Это в поселке Дягилево. Авиация там наша представлена. Здесь даже милицейская школа есть. Что мы еще всегда преследовали? Мы всегда в создании этой книги, этой преследовали цель. Здесь мы и на рязанском материале, и рязанских авторов. Здесь нам очень помогали рязанские средства массовой информации. А где можно получить этот диск, чтобы посмотреть и книгу почитать? Книгу вы можете посмотреть в библиотеке Горького, в районных библиотеках, в Совете ветеранов. И главное, что эта книга, она предназначена для вечного хранения. И кульминацией, можно сказать, является после издания книги, когда делегация Рязанской области везет ее на вечное хранение в музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве. Там действительно собраны книги. Я уже боюсь сказать, их общее количество из всех республик Советского Союза, со всех районов, со всех областей. И все они хранятся там в отделе, создан книга памяти, которая так и называется. И еще, когда посетители идут к памятнику Матери Родины, то по обеим сторонам в стеклянных шкафах хранятся эти книги. А если сейчас вернуться к 10-му тому, какая помощь вам нужна для его создания? Да, конечно же, помощь нужна всегда. Тем более, наша рабочая группа редакционной коллеги, на самом деле, она очень малочисленная. Нас всего двое. И уточнение, дополнение к этим спискам мы ждем их и от родственников, и от организаций, от школьников. Наш телефон в свободном доступе. Пожалуйста, приходите. На электронную почту тоже самое в свободном доступе. И все-таки, когда планируется издать вот этот 10-й том, к какому году? 10-й том будет состоять из двух вот таких книг, не менее чем по 800 страниц каждая. потому что Скопин и Скопинский район это третий по значимости район в нашей области Рязань, Касимов, Скопин. Большой район. Списков там уже сейчас более 19 тысяч. И это будут две больших полноценных книги. Потому что не просто фамилия, имя, отчество, а мы же стараемся о каждом войне найти, на каком фронте он воевал, какова была его воинская специальность, в какой воинской части, какие награды получил, и за что ему эту награду дали. То есть выписку из наградного листа. Но все-таки, когда выйдет, планируется выход 10-го тома? Ну, поскольку я уже сказала, что это два полноценных тома по 800 страниц, это 2019-2020 годы. В гостях программы «Городские встречи» была Ильда Антошина, ответственная секретарь рабочей группы по подготовке книги Рязанской области «Солдаты Победы» 1941-1945 годы. Наша программа подошла к концу. Спасибо, что пришли. Я с вами на этом прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова